а здесь? вот здесь радист сидел инженер итак мы находимся на аэроборту Ту-124А тут радист сидел? ну и борт инженер я так думаю а это здесь кто сидел? ну первый и второй пилот а там штурма? а там штурма вон у нее даже локатор есть или я не знаю как это штуковина ну иди поедешь? а? поедешь? тут педали, это РУС мы не поедем? взлетим сейчас нашата поехали вот насадка, а ты где? вот это до сих пор летает какой? 195 бомбардировщик ну это пассажирский вариант какой-то сделали, а вообще это медведь или Бэкфайр, я не помню как 316 или это Бэкфайр или медведь вот, Ту-95, они еще до сих пор летают стратегические бомбардировщики был спроектирован на основе данной борьбы как специальный самолет для дипломатической службы перевозки высшего руководства Хрущева и Булгайна ну то есть, типа, смотрите, какие у нас самолеты построены в Кубше всего два экземпляра самолет был оборонен комфортабельным пассажирским салоном представляет Ту-16 ставшим экспонатом он является единственным сохранившимся экземпляром он был использован для перелетов главкома ВВС Денекина и членов первого отряда космонавта вот так в него нас не пускают а почему? ну я откуда знаю Ту-124 первый полет 60-й год летчик А.Д.Калини 2 октября был совершен первый пассажирский Ту-124 с 64-го года использовался на международных авиалиниях Ту-124 первый пассажирский лайнер с турбовентиляторным двигателем самолет находился до начала 80-х годов космонат в Мульяновском музее Ту-124 модифицируемый предназначен для подводки штурманов ВВС Ту-114 вот он Ту-144 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 А в 144-й только за дополнительную плату нет закрыта а не плату то есть нужно дополнительно платить да уже снять и заплату только за 144 я не думаю что у них авионика сильно отличая смысл